На Иннопроме многие нижегородские предприятия уже нашли новых потенциальных партнеров. Например, на форуме обсудили поставки в ХМАО нижегородских судов и даже создание там сборочных предприятий нижегородской продукции. Совсем недавно, в этом месяце, передали им первый судно «Валдай». Этих судов будет еще несколько. Специально под них разрабатывается еще одно судно. Это прообраз нашего метеора, ракеты, но уже с новыми современными функциями. Подъемник «Силач» станет частью нацпроекта «Демография». Его будут использовать для оснащения социальных такси. В 2019 году нижегородская компания поставит около 600 таких подъемников. На рынке мы три года и в течение трех лет мы смогли занять 25% российского рынка. И с этого года мы увеличили долю где-то до 75%. Ну, связано с тем, что вышли нацпроекты. И под эти нацпроекты мы единственные в России, кто производит подобное оборудование. Наряду с крупным бизнесом свои инновационные разработки представили малые и средние предприятия региона. Это стало особенностью стенда Нижегородской области. Например, УЗОЛа презентовала уникальные силовые шкафы и электрораспределительные системы. До сих пор подобная продукция в России не выпускалась, и отечественные предприятия зависели от импорта. Выйти на федеральный уровень и создать достойные такого крупного, как инопром, форма продукты помогло участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», считают руководители малого и среднего бизнеса. Например, на УЗОЛе благодаря внедрению бережливых технологий увеличили объем производства шкафов в 12,5 раз. Это позволило не только повысить зарплаты сотрудникам, но и выделить средства на создание новых инновационных продуктов. У нас проектный подъем производительности труда на продукте был 12,5 раз. Но по некоторым подсчетам, с учетом всех доработок этого года, она будет 18 раз по продукту. И главное, конечно, это люди. Главное, что мы сумели поднять зарплату. На Провента создали систему цифровое производство, которое ломает стереотипы об управлении предприятием. Теперь считать себе стоимость и искать контрагентов сможет искусственный интеллект. К нам приезжают руководители предприятий. Уже было около 80 предприятий на нашем заводе. Именно интересуются, как же мы можем управлять именно через цифровизацию своим производством. Ну, собственно, мы теперь можем делиться этим опытом. К нам приезжают с разных городов, с разных областей, с разных губерний, собственно, чему мы очень рады. Окончательные итоги работы делегации на Иннопром-2019 подводить пока рано. Практика подобных форумов показывает, что проработка договоренностей, достигнутых на переговорах, часто занимает месяцы. Главное, чтобы в конечном итоге они стали реальными контрактами. Екатерина Васильева, Сергей Щеплягин, Алексей Завлов. Время новостей.